Дорогие друзья, сейчас мы с вами продвигаемся по главной улице города Пицунда и вокруг нас мы видим огромную реликтовую сосновую рощу. Слева от вас произрастают огромные эвкалипты, а прямо кипарисы. Эта главная улица ведет нас среди этих огромных сосен прямо к побережью Черного моря, куда мы с вами сейчас и продвигаемся. Здесь находится вот такой очень интересный памятник, посвященный плавцам. Очень красивый, кстати. Внизу фонтан с небольшим бассейном, а вверху вот такие женщины и мужчины. Замеряют в эту воду и вы придете навстречу дурфины. Очень интересный памятник, друзья, а вдали мы видим очень красивые горы и побережье Черного моря. Мы продвигаемся к воде, к пляжу Пицундовскому и действительно, дорогие друзья, пляж очень красивый. Правда, не очень чистый, но в целом он даже не уступает пляжам Европы. Дорогие друзья, сейчас мы находимся в Будве. Перед вами пляж Черногорской Будвы, в западной части города. В принципе, здесь все ухожено, чисто, а вода лазурно-зеленого цвета. В целом, конечно, вот эти здания, которые мы видим на горизонте, и вот это здание, они передают некую Савдепию всему этому месту. Но, в принципе, если представить, что, как быть, в здании нет или они в другом стиле, то курорт, в принципе, напоминает чем-то Черногорский, Черногорскую Будву в центральной ее части. Мы сейчас находимся с окраины огромной сосновой рощи. Действительно, сосы здесь огромнейшие, просто, в общем, действительно огромный размером, трудно описать их высоту. Вот я сейчас подойду к одной и сосне, чтобы вы видели ее примерно толщину. Вот, смотрите, я, и вот толщина этого дерева. Вы видите, да, что она действительно очень, она очень толстого размера. Посмотрите ее высоту. Особенность этой сосны в том, что у нее очень длинные иголки, более 12 сантиметров. Это реликтовая сосна. То есть, древняя сосна, и она является почти что эндемиком. То есть, произрастает вдоль Черноморского побережья, да и то в определенных ее местах. Как правило, в субтропическом влажном климате. Видим, что вершину сосен, только на вершинах сосен есть зелень, а до самой земли деревья имеют гладкий, толстый, ровный ствол. Субтитры делал DimaTorzok Сюда мы добрались автостопом с города Нового Афон, преодолев значительное расстояние на автомобиле. Мы с вами пребываем в самом древнем историческом месте этого города. Перед вами один из огромнейших и важнейших храмов, находящихся в Абхазии. Этот храм является самым большим и одним из самых древних на территории Абхазской Республики. Мы сейчас обойдем его, внимательно осмотрим и увидим всю его красоту и мощь. Красивые ставни, окна. Выполнен он из камня. Видим, что храм очень высокого размера. Он не так давно был отреставрирован. Здесь есть огромные двери. Рядом с храмом располагается небольшая часовня, где каждый желающий может пойти, помолиться, поставить свечку. На месте знаменитого абхазского курорта Питсунда 2000 лет назад стоял греческий город Великий Питиунд. От древних цивилизаций до нашего времени дошли остатки античных зданий и строений. И именно здесь, в самом центре Питсунды, есть древние раскопки археологического комплекса древних античных народов. Рядом с главным храмом в одном из церковных строений сейчас располагается музей, где находятся раскопки разных эпох с 4 века до нашей эры и до более позднего времени. Здесь представлены различные кувшины, глиняные, различные другие предметы, древние топоры каменные и так далее. Вы также можете видеть рисунок древней римской фрески. Настоящие такие фрески мы видели, когда пребывали на территории древнего города Волюбилис, располагающейся в Северной Африке, в бывшей Магритании, Марокко, недалеко от города Микнес в 25 километрах. Кроме того, на стенах музея мы можем видеть росписи животных и людей древней античной цивилизации. И мы продвигаемся вдоль зарослей бамбука. Здесь находится очень большая бамбуковая роща. Вы можете видеть, насколько огромны эти заросли бамбука. Площадь всех этих зарослей занимает несколько гектаров. Вы видите также, насколько толстые у них стебли. Бамбук – это трава, а не деревья. Мы сейчас продвигаемся по главной улице города Пицунды, от морского побережья к главной площади, чтобы нам, дорогие друзья, вернуться обратно в Новый Афон. Но как это сделать, довольно проблематично, так как присуды находятся на окраине, на мысе, в стороне от главной площади Пухумской трассы. И нам надо будет с пересадками какой-то облик, сейчас додираться. Вот, будем ловить какой-то автобус или попусту. И таким образом мы преодолеем 100 тысяч километров для того, чтобы нам вернуться обратно в свой номер, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok